продолжаем гулять по зимней сказке друзья и я хочу сказать вам историю своего знакомства с этим удивительным местом это было очень давно порядка до 25 лет назад возможно чуть больше я слышала о том что в ялте ведь все мы люди советские до были воспитаны на тех зоопарках на зоопарках которые допустим я кроме симферопольского зоопарка в своем детстве не видела других зоопарков а симферопольский зоопарк я до сих пор прошел как бы до 50 лет прошло 50 лет до сих пор помню этих медведей сидящих в маленькой клетке там два на два или два на три в лужи из своих же фекалий на меня это произвело как на многих людей неизгладимое впечатление и поэтому очень многие друзья когда приходят в тайган допустим да либо не приходит айган отменения мы против зоопарков там жалко животных и потом когда приходит тайган и видят что это совсем другой даже не зоопарка парк и приходят ялтинскую сказку остаются совсем другие впечатления но я вам хочу сказать вот про ялтинскую сказку первый раз мы попали сюда с мужем и сыном когда только-только олег алексеевич ее выкупил не было вольеров не было этих вот красивых растений не было фактически ничего была сетка рабица которые были ограждены несколько вольерчиков которых были олени бизон по моему какие-то птички зайцы лисы кролики но даже вот в том состоянии это был за уголок когда олег алексеевич его купил здесь оставили кинематографисты несколько животных а вот был сели после съемок как ненужных ну и вот таким образом значит образовался этот зооуголок но даже тогда после симферопольского зоопарка государственного на меня это место и этот подход произвел неизгладимое впечатление во первых конечно это вид сумасшедший вид горы крымские и животные на фоне этих гор после этой первой встречи мы стали приезжать в зоопарк сказка каждый год а то и несколько раз в год и уже возили нашего сына только сюда он не был мне кажется до сих пор хотя ему больше 30 лет до сих пор он не был по моему ни разу в симферопольском зоо уголке по крайней мере мы его в детстве точно туда не водили после моих впечатлений на наших глазах этот зоопарк развивался мы видели как с каждым годом он становится все лучше и лучше очень часто я видела здесь олега алексеевича зубкова и тогда уже поражалось как он вот везде ты находишься мы сюда приезжали на целый день если мы планировали там допустим другие места посещения дворцов или еще что то мы посещали несколько вот несколько допустим два дворца там плюс пляж еще как-то когда мы ехали в зоопарк сказка мы планировали только зоопарк сказка потому что я вот физически не могла отсюда уйти настолько мне нравился воздух настолько мне нравились эти животные то что тут делается то что тут все движется все строится понимаете вот ноги сейчас допустим пишут вот там люди чуть не понимают вот там значит есть старые волье вот там значит не так все друзья ялтинскому зоопарку больше двадцати пяти лет и это был первый частный зоопарк не только в россии а во всех странах снг да в ссср во всех странах снг и поэтому конечно же олег алексеевич выстроил эту модель вместе со своей семьей так не было аналогов не было где посмотреть что-то научиться никто тебе не скажет да никто бы не сказал какую сетку надо это все методом проб и ошибок если бы сейчас олег алексеевич создавал сказку на ровном месте я думаю это была бы другая сказка уже с тем опытом жизненным с теми знаниями с теми деньгами которые сейчас могли бы быть вложены но сказка это первый зоопарк нынешним сейчас частым зоопарком конечно гораздо и гораздо легче с одной стороны тяжелее что стоим материалы очень дорогие да и все остальное но прийди посмотри сейчас к радости хороших зоопарков становится все больше и больше голуби как сидят люди понимают что это будет посещаемые объекты если это будут достойные объекты люди будут идти и я думаю со временем государственные зоопарки исчезнут ну может там москве останется где-то в питере а все остальные зоопарки будут частными потому что нигде не будут так переживать за животных за растения никто не будет так переживать как человек который это все создал который вложил свою душу который вложил свои деньги лучше никто него никто не будет смотреть за животными поэтому я думаю что все таки мы придем к тому что зоопарки будут частными рентабельными не убыточными и не дотационными как государственные зоопарки я видела когда посещала с сыном с мужем этот зоопарк видела все съемки которые здесь происходили я думаю что если вы поищите то вы найдете передача называлась байбаки много лет Олег Алексеевич вел эту детскую передачу сказал там был байбак сеня которая умела сговаривать и эта передача была действительно очень популярная мы сидели на выходные дни не только сын смотрел но и мы не пропускали ни одну эту передачу потому что опять-таки таких передач для детей в то время не было да и сейчас принципе вот хороших передач с животными которые бы смотрели всеми семьями поправьте меня в комментариях но я тоже не вижу а тогда опять таки это был новый проект это ну поучиться было негде и Олег Алексеевич вел его с душой так как он это видел но это было самое мне кажется популярная передача на крымском телевидении и у меня долгие годы сын так и думал что байбак умеет разговаривать именно по этой передаче и все люди которые приходили в зоопарк сказка они искали этого сенью главная фишка главная достопримечательность на какое-то время это был байбак сеня вот поэтому мне допустим очень бы хотелось Олег Алексеевич очень эрудированный человек очень много знает и с удовольствием бы вел мне кажется такую вот ну конечно ограниченного времени но мы всегда находим время на то что нам нравится мне кажется с удовольствием бы вел такую передачу кстати он уже об этом говорил в одном из наших с ним интервью поэтому сказка осталась в моем сердце навсегда я очень люблю здесь бывать здесь ни с чем не сравнимая атмосфера зайцы прыгают и даже вот те вот здесь оставлена целая аллея внизу первых вольеров которые Олег Алексеевич собирал там из сеток вот панцирных кроватей да с панцирной сеткой собирал делал и проходил этот долгий-долгий путь до тайгана ну а потом конечно когда Олег Алексеевич объявил о том что будет парк львов белогорский я уже это говорила не раз рассказывала никто не верил кроме Олег Алексеевича и его семьи шесть лет он строил этот парк он был в закрытом состоянии естественно никто не видел что там происходит ну вот из обычных до зрителей никому ничего не показывают ходили по крыму какие угодно слухи никто не верил даже близкие друзья верила только семья я кстати тоже не верила что из это может что-то получиться даже зная как Алексеевич его может строить как он может украшать я не верила потому что друзья Ялта и Белогорск я коренная крымчанка Белогорск всякую ходят одного дня хотя сейчас его очень люблю но лет соек меня там не было первые 40 лет моей жизни потому что абсолютно неинтересный город и тут зубков открывает парк и не просто парк а парк львов какие львы где Белогорск и где львы и поэтому конечно я приехала туда на второй день после его открытия первый день был для журналистов для правительства а второй день уже был для всех желающих причем Олег Алексеевич часто об этом говорит для жителей Белогорска это было бесплатное посещение вот для всех и пришло 15 тысяч человек для всех остальных 100 рублей стоил вход насколько я помню или 50 гривен гривен простите на то время 50 по моему гривен стоил вход мы приехали туда на второй день и моё сердце осталось я думаю там друзья навечно вот уже 10 лет моя жизнь и жизнь моей семьи полностью связана с парком львов тайга и к счастью связана с этой удивительной семьей я не планировала естественно быть никаким друзья блогер если бы мне кто еще сказал лет пять даже назад что у меня будет на данный момент уже шесть youtube каналов здесь у нас русскоговорящих и 6 в китае кстати друзья вышел новый youtube канал я его еще не анонсировала вышел новый youtube канал шоец где видео буквально где самые яркие эпизоды из наших поездок с Олегом Алексеевичем к львам не все имеют время смотреть длинные видео это показал наш канал тайган шоец что люди смотрят с удовольствием подписываются потому что у кого есть время тот смотрит каналы человек лев и парк львов тайган татьяна александр у кого времени мало и это на бегу это вертикальный формат видео специально потому что эти видео лучше просматриваются в телефоне а как показывает статистика моих каналов 90 процентов зрителей смотрят на телефонах буквально три года назад 10 процентов только на компьютер три года назад буквально друзья наоборот 10 процентов смотрели на телефонах и 90 на компьютер поэтому конечно меняется и формат на этом канале видео вертикальны но они там от минуты и выше этот же канал он называется он английском языке это будет англоязычный канал он называется олег зубков майнлайн заходите подписывайтесь смотрите 15 секундные видео хотя там есть видео и рассказывающий нашей англоязычной аудитории о парке львов ему специально сделали тоже вот такие короткие ознакомительные и друзья я знаю что очень много стран смотрят наши каналы у меня к вам просьба пожалуйста кидайте на свои какие-то соц сети знакомки своих друзей за границей начиная именно с этого канала проще посмотреть 15 секундные видео и потом уже углубиться раскидывайте я вас прошу для того чтобы как можно больше людей во всем мире узнала об удивительной семье зубковых и об удивительном общении олега алексеевича со львами вы знаете что у нас в китае все хорошо китай покорен человеком и львом мне бы конечно хотелось чтобы как можно больше и в англии и в америке и в других странах узнали о человеке льве я надеюсь что при помощи именно этого канала мы достигнем такой популярности и там с вами была татьяна александр из сказочной зимней сказки александр александр